Всем привет! Я человек, который постоянно, нечаянно включает свой компьютер, и потом он гудит на всю квартиру! Меня это уже задолбало! Как вы мне задолбали! Один подъездный романтик, другой кося под хулиганы! Я думаю, вы понимаете, что я человек творческий. Я люблю постоянно узнавать что-то новое, познавать новое хобби. Кто помнит, я вязала у себя видео летом, по-моему, это было. Я вязала жилетку такую, знаете, тепленькую жилеточку, которая... Да, откуда, вы знаете, там вообще не было видно, что я вяжу. Мне все-таки помогли ее довязать. Скажу честно, сама бы я не справилась. Вот такая жилетка. Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнил. Вот эти штуки я не умею вязать. Опять сидев на Пинтересте, я увидела вот эту вот картинку. Там нарисован вот... нарисован... На фотографии изображен кот и женщина, и они в панамках. Я обожаю котов, потому что у меня у самой есть кот, и я часто выхожу к самому подъездному коту, кто-то на меня подписан в Телеграме, они уже об этом знают. У меня прямо около подъезда живет кот. Он, кстати, теперь такого же... Точнее, я теперь такого же окраса, как и он. Он же не мог просто покраситься. Это я покрасилась. Он бело-черный котик, и я тоже теперь бело-черная кошечка. И теперь мы с ним братаны, кореша. Я его вот так вот на руках таскаю, фотографирую. Иногда даже кормлю. Э-э-э, ну кушай. Ни хрена он все умял. Ой, я надеюсь, не глюет. Его кормят другие соседи. Очень у меня хороший подъезд. Приходите, вас тут не бросят. Подвал откроют, корм принесут. На ручки возьмут. Приходите ко мне в подвал. Без вас, без вашего согласия, ничего с вами делать не будут. Моя мама просто обожала взять мне вещи, когда я еще была более-менее маленькая. Потому что у меня было маленькое тело, и на маленькое тело легче вязать вещи. И наверняка это выходило дешевле, потому что нитки купить дешевле, чем свитер. И моя мама таким образом практиковалась и вязала мне маленькие шапочки, вот такие вот свитерочки. И, конечно же, в первую очередь я обратилась к своей маме, потому что моя мама знает, как это все делается. И она примерно понимает всю структуру вязания. Если я показать туториал на ютубе, она плюс-минус сразу поймет. А у меня это займет, наверное, в три раза больше времени, чем у нее. И тем более я буду, наверное, ставить на самую низкую скорость на ютубе, чтобы хоть что-то понять. Поэтому я упростила себе жизнь и обратилась к своей матери. Не у всех есть человек, который полностью разжует вам какой-то туториал на ютубе, или же просто покажет вам, как вязать определенную вещь. В этом плане можно сказать, что мне повезло, потому что я не очень заточена на какие-то творческие штуки. Я очень долго обучаюсь, мне нужно долго вникать в эту всю информацию. Эту панаму я вязала по двум туториалам, потому что, например, от первого туториала мне не очень подходили борта панамы. Вот эти вот именно кружевные штучки, которые, знаете, такие вот извивающиеся волны, борта, как они называются. Конечно же, она получилась у меня не с первого раза, мне пришлось ее распускать, наверное, раз в 15. Ну, не полностью, конечно, довязывая, но были случаи, когда я довязала. Наверное, три раза или четыре я довязала панаму полностью, ну или почти полностью. Сначала она мне показалась слишком огромной, потому что я вязала ее неправильно. Потом она мне показалась слишком маленькой, потому что я тоже вязала ее неправильно. На самом деле, она нормально потом села на голову, если вязать неправильно как раз-таки. Но так, если вязать правильно, то она будет слишком маленькой. Кстати, вы заметили то, что я уже съела один мандарин и две хурмы? Я очень обожаю хурму, на самом деле, ну, которая не вяжет. И кто любит хурму, которая вяжет рот? Это же неприятно. Напишите, кто-нибудь, может, любит, я не знаю. И, кстати, раньше в детстве я путала хурму и шурму. Я думала, что хурма это шурма. Ой, а шурма это хурма. Поняли? Все бы было очень классно, если бы не вот это. Здесь получается какая-то дыра. И была бы эта дыра порталом в другое измерение из реки Морти, я бы поняла, почему я ее оставила. В дизайне, кстати, у твоей глаза не меньше, чем от компьютера, или от телефона, или от книги. Все так же очень печально, очень тяжело, на самом деле, долго вязать. Потом ты вообще не понимаешь, где ты находишься, в какой-то пространстве у тебя все кружится. На самом деле, не настолько все плохо, но тоже непривычно, неприятно. И надо делать иногда разминку для глаз, или для тела, для всего, что угодно. Ну, просто нужно немного отдыхать от вязания. Знаешь, я ведь здесь я распускала в первый раз эту панаму, и я была очень счастлива. Это так приятно распускать свои изделия, потому что ты понимаешь, что ты с каждым разом становишься все лучше и лучше, и набиваешь свою руку. Лучше и лучше! Будем становиться! По-моему, это выглядит очень смешно и нелепо. Не, с этой панамой явно что-то не так. Я просто не знаю, что. Пока что она выглядит супер бесформенной и как-то нелепо. Из-за того, что здесь будут сердечки, я считаю, здесь выше сердечки, она будет более объемно смотреться. И надеюсь, это будет более красиво! Если нет, то, ну, опять перешивать, перевязывать. Не хочу. Выглядит мило. Милый-милый. Короче, мы с моей мамой обсуждали вообще, какие бабушки существуют сейчас, а какие мифы. Каких описывают в книжках вообще в целом. Такая, знаете, стереотипная бабуля. По сути, она сидит дома и вяжет себе какие-нибудь вещи, носочки, ля-ля-ля-ля-ля. И мы поняли, что наша, моя бабушка, она совершенно другая. Наша бабушка с мамой прикольно. Я говорю, как будто мы селстеры на самом деле. Эта бабушка, она на самом деле вообще такой энергетик. Она просто турин сплошной. В ней столько энергии. Она ходит в спортзал. Ей 70 лет, чтобы вы понимали. В этом году 71. Да, 71 год ей получается. Она реально, мне кажется, энергичнее, чем я. Мне кажется, она чаще выходит на улицу, чем я. Да мне не кажется, она реально чаще выходит на улицу, чем я. Мне сейчас нужно сходить по делам. А я сижу и вяжу. Я реально наркоман. Вот самое тяжелое, это, наверное, сесть и начать вязать. Потом, когда ты входишь в этот вот ритм, когда ты понимаешь, что нужно делать. Когда ты понимаешь, что нужно вязать. Ну, ты понял схему. Ты выиграл эту игру. Ты выиграл эту катку. Катку, я так говорю, как будто я реально уже игрок. Я игрок, вязальщик. Столько хобби приобрела, мне кажется, за этот год. Да, реально много. Когда ты входишь уже в этот ритм, и ты уже знаешь, что делать. Тебе прям вообще тяжело установиться на самом-то деле. И вот не хочется даже выходить на улицу, вот этого ничего не хочется. Учитывая то, что я перевязываю эту панаму уже раз в третий, я надеюсь, она будет нормально. Если нет, то, ну, а что поделать, а что поделать? На самом деле, вряд ли я буду носить, хотя, может быть, и буду носить, может быть, фоточку сделаю один раз. Не знаю, что будет с этой панамой, надеюсь, что-то будет. Мы тут с вами как бы все эстеты, и очевидно, почему, потому что мы на моем канале. Иногда я бываю антиэстет, я думаю, по многим моментам это понятно. Обожаю кушать глазами, это для меня очень важно. Я знаю, что есть люди, которым вообще не важно, что у них лежит на тарелке. Главное, что им вкусно, а остальное без разницы. А я люблю и то, и другое, чтобы это было и вкусно, и красиво. Но мои глаза питаются не только едой, но еще, например, красивым интерьером. Да, можно сказать, у тебя же на вешалке дофига вещей. И, кстати говоря, на стуле тоже. И такое бывает. Я просто люблю красивые сериалы, красивые картинки, поэтому я часто сижу на Пинтересте. Также я люблю оформление всяких дневничков. Я постоянно оформляю свой рабочий стол. И это касается не вот этого рабочего стола, который вот грязный, а именно рабочий стол на телефоне. Чат в приложениях я также оформляю как-нибудь красиво. Но для полноценной картины, согласитесь, не хватает и клавиатуры красивой. И я нашла Яндекс.Клавиатуру. Обычная клавиатура меня не устроила, как вы поняли, она слишком блеклая, слишком серая, ничья не примечательная. Нет никакого дополнительного функционала. Яндекс.Клавиатура очень гибкая в плане дизайна. У нее очень много разных тем. Неоновые темы, также есть темы с градиентом. Также там сейчас есть подборка новогодних тем. Мне, кстати, было очень тяжело найти нормальную красивую новогоднюю картинку. И в Яндекс.Клавиатуру вам прилагаются хорошие темы новогодние. Так что, если вы хотите оформить свой телефон с Новым Годом, чтобы свое настроение немножечко вот так вот ап-ап вверх. Кстати, я показала своей подруге клавиатуру мою. Вот. И она тоже этим вдохновилась и сделала себе новогоднюю клавиатуру. От Яндекс.Клавиатура я освоила не только статическое наслаждение, но и еще я пробовала все ее удобства. Что, наверное, больше всего меня порадовало, это то, что для айфона здесь есть те червячочек. С вальдик такой, знаете, вот так вот водите своим пальцем по буквам, и получается то слово, которое вам надо. Например, я просто вот ненавижу переписываться, для меня это супер неудобно. Я вот пытаюсь нажать в каждую вот эту кнопочку, в каждую вот эту букву, и у меня всегда промахивается палец и попадает в другую вот кнопочку, которая вот стоит вот рядом. Но не всегда удобен именно свайп, например, когда у меня заняты руки, и я делаю, например, макияж, поэтому часто я записываю текст именно под диктовку. И да, в Яндекс.Клавиатуре это тоже есть. А в Клавиатуре также есть стройный переводчик. В первый раз я такое видела явление, конечно, это, наверное, самое лучшее, что могу подумать человечество. Вы захотели написать предложение кому-то на английском. Вам не придется выходить из чата и пользоваться какими-то дополнительными источниками. Вы просто пишете предложение на русском, и автоматически он переводится на английский. Это очень удобно. Дизайн.Клавиатуре я настроила, все ее прелести я опробовала. Пойду общаться с испанцами и заодно практикую язык. Мои друзья, кстати, наверняка удивятся тому, что я наконец-таки начала расставлять знаки предвидания, потому что Яндекс.Клавиатура теперь это делает из-за меня. Я себе пообещала то, что... Только что прям пообещала. На самом деле, я себе ничего не обещала, но только что я себе, видимо, уже пообещала, сказав вот эту фразу, то, что я пообещала. Я пока не довезу ряд, я не выйду на улицу. По итогу я создала, наверное, даже три ряда. По рассказам, по книжкам, я бабушка. Весь смысл, который я хотела донести своей цитатой, которой нету. На самом деле, в последнее время у меня появилась какая-то, знаете, потребность одеваться не в яркую одежду, хотя я вижу довольно-таки яркую панаму. Хотя нет, для меня уже это, на самом деле, не яркая панама, она двух цветов. Тут больше цветов не будет. Мне, наоборот, появилась потребность одеваться в какую-то более однотонную одежду. Например, бежевый цвет, черный цвет, белый цвет. Эти все цвета явно мне очень симпатизируют. Мне кажется, я могла бы так сидеть в вечности и разговаривать на любые темы, только у меня уже жопа болит, если честно. Не по-детски. А у меня прыщ. Вот здесь. Мне охота пристрелить тебя, ведь ты ведешь себя, как дичь. Я молодой миллионер, цифромашинка, гулеве. Как вообще можно было из моей школы куда-то вот выбраться? Я не знаю, моя школа это просто какой-то придурковый рай, придурковый ад. Типа моя школа как будто бы просто загон для того, чтобы не выбраться. Ну ладно. Но я рада, что я побывала в этом отвратительном загоне, потому что если бы не этот отвратительный загон, я бы не стала тем, кем я сейчас являюсь. Чтобы вы понимали, насколько все плохо, насколько все смешно и нелепо, я перевязываю эту панаму еще раз. Это уже готовый почти вариант. Сейчас я буду начинать вязать поля. Я опять распустила 4 слоя, по-моему, 4 строчки. 4 строчки. Почему 4 строчки? Я говорю, потому что я швейка. Вроде как по размеру она более-менее уже нормальная, потому что та все-таки была слишком огромная. Мы правильно вязали. И я наконец-таки начала более-менее ровно вязать. Видите, вот здесь нормально уже что-то. Охренеть, почти готово. Я не верю, что это закончу скоро. Но это все равно будет не конец, потому что мне нужно будет сейчас довязать один ряд, а потом мне нужно будет вязать яркие нитки вот этого цвета и уже сделать окончательный ряд вот этой вот штукой. Наверное, даже два ряда я сделаю розовой штукой. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да. Я связала три сердечка, но на самом деле я просто так экспериментировала, потому что мне они показались слишком маленькие для этой панамки. У меня прям руки чешутся ее перевязать. Я прям вижу, какая она неидеальная. Я не могу, ну это просто уже какой-то бред. Она слишком огромная, слишком огромная, слишком громадная. Но она, видите, прям кривая. Чисто для себя, на самом деле, я бы перевязала. Сфоточку сделать и перевязать. Мне нужно какое-то логическое объяснение, почему те размеры, которые показала женщина, они были нормальными. А вот здесь получилась какая-то параша. Вот я не понимаю, что вот это такое вообще. Ну, то есть, голову мне не пришло, что я неправильно вязала. В итоге она просто как щебурашка. Ну, понятно, что я люблю сердечки. На самом деле, это видео должно было закончиться просто на том, как я заканчиваю вязать сфопанаму. Из-за того, что мне слишком понравилось вязать, я хочу попробовать сейчас вязать из-за вот этих вот ниток. Возможно, только из чёрных, потому что я нашла ещё одни чёрные нитки. И я попробую вязать шапочку вот такой вот с кисточкой, с кошечкой, которые такие вот ушечки. На самом деле, я раньше... Ну, как? Я ещё... Блин. Вам, наверное, надоело смотреть на меня в одной и той же одежде. Думаю, очевидно, что показывать, как я прям вяжу именно туториал, для меня делать это бесполезно, потому что я начинающий игрок. Нет смысла показывать человеку, который не умеет вязать, как вязать другим людям. На самом деле, чтобы посвятиться в мир вязания, конечно же, нужно дофигища времени, чтобы это всё понять. Может быть, конечно, у кого-то суперглобально мыслящий мозг, который всё сразу понимает и понимает с первого туториала, как вязать правильно. У меня не так работает, к сожалению, мозг и руки. На самом деле, было бы, наверное, скучно, если бы у меня получалось всё с первого раза, и я понимаю, что таких людей действительно мало, у которых получается всё с первого раза. И это действительно, наверное, уникальные люди, которым удаётся всё сразу. В большинстве случаев это усердствие над собой, усердствие над теми делами, которые им действительно нравятся. Мне закончились белые нитки, к сожалению, и поэтому придётся довязывать только чёрными. Я не догадалась, что можно, на самом деле, вязать в две нитки. Они слишком тонкие, а мне нужны наиболее толстые, так как они отличаются по своей толщине, типа белый и чёрный. Один ряд белый и два ряда чёрных. Я вяжу уже по даму моему коту. Он на меня сейчас смотрит, а он не хочет её носить, не хочет её надевать. Я не знаю, подойдёт она ему или нет, вроде бы подходит, а вроде бы и нет. У меня единственная проблема — это с швом. Когда соединяешь вот эти вот два ряда, совмещаешь и продолжаешь новый, начинаешь новый. Это нормальная сторона, это ненормальная сторона. Я думаю, это можно заметить. Я не понял, это были просто мои попытки мотивации для вас. И надеюсь, это что-то дало вам, мозг вам внесло. Кому-то, может быть, сейчас нужно было это услышать. И я вам скажу так, я после этого взять, наверное, врат ли буду, но, может быть, что-нибудь свяжу. Но точно не сейчас я сделаю себе небольшой перерыв, потому что мои глаза сошли с ума. Так концентрироваться на чём-то они давно не концентрировались, правда. Даже когда ты играешь в компьютер или что-то делаешь, на компьютере работаешь, ты не так концентрируешься, как на вязании. Потому что от этого петельчика каждой нужно попасть, и это вообще ужас. Шоки на улице, просто погода вкуснейшая. У меня есть две панамки, и сейчас я ещё довязываю. Она не похожа на панамку, она похожа на блинчик. Или на ковёр для Барби. Ну, ничего страшного, она на то, что нормально садится, то есть вот так вот можно завязать и сделать селфи. Вот эту панамку я 100% буду перевязывать, потому что она немного тут вышла кривая. Короче, нужно ещё делать сердечки большие, потому что я научилась только делать маленькие сердечки. И потом их уже пришить к панамке. Будет уже вторая, она немного побольше будет по размеру, и такая прям мощная она. На самом деле, те же самые нитки, просто они не сходятся по толщине. Вот, это та шапка, которую я вязала. И я их сложила в три ряда, то есть в три вот эти вот нитки. И получается, что по толщине они в целом такие же, как вот эти вот бежевые. И, конечно же, толстыми нитками намного удобнее вязать, нежели тонкими. Мне, на самом деле, очень понравилось связать шапку с кошачьими ушками. Я решила повторить такую же шапку, только уже с более толстыми нитками. На самом деле, это не тот конечный результат, который вы увидите в конце, потому что это другие абсолютно нитки. Я ездила в магазин и купила нормальные нитки и не издевалась над собой, потому что каждый раз скреплять три слоя нитки, это было супер неудобно. И облегчило себе жить. Наконец-таки конечный результат. Шапочка кошачьи ушки. На самом деле, мне очень понравилось ее вязать, потому что я связала ее со второго раза, то есть всего лишь мне понадобилось две попытки. Мне даже не пришлось ее перевязывать именно по размеру, потому что по размеру в целом она мне подошла. И минус ее единственный был в том, что у нее очень тонкие нитки и не очень удобно вязать. А здесь вот эта шапка очень была крутая в плане вязки. У нее очень толстые нитки и очень приятно было работать с толстыми нитками, с толстым крючком. Но минус в том, что я привязывала ее, наверное, раз в четыре Из-за того, что я не могла угадать с размером Я не измеряла свою голову, поэтому я все вязала наугад Будут довольно-таки мучительные моменты Я буду заставлять вот этого бананчика Вот этого самого бананчика Фотографироваться со мной в Панаме Это будет очень мучительно для меня А для него тем более Я ее опять перевязала Все равно вот эти поля почему-то получились не такими, как я хотела То есть они должны были более быть волнистыми То есть вот такими Мне нравится сердечко, которое я связала Я очень над ним постаралась Я очень долго искала туториал, о котором важно Смотрите, сердечко! Я реально заколебалась За это можно поставить лайк Love, человечек, мой персон Thank you very much Сердечко это тоже, чем я горжусь в этой Панаме больше всего Ну и еще тем, что я перевязала ее 10 раз Я реально довольна результатом И перевязывать я вряд ли ее буду Потому что мне действительно нравится result Very good Very nice Unbelievable Это мой друг сказал It's unbelievable Спасибо, thank you, my friend My best friend forever Теперь я разговариваю на English awards Amazing, this is amazing Мой бананчик Это мой самый любимый бананчик в этом мире Салон-центрифуга включается Ну короче, да Так, татуська Нет, ну татусь, ну пожалуйста Ну пожалуйста, ну помучайся Секунду ради фотографий Я тебя мучить сильно не буду Да, меня все заебало Я хочу съебаться домой в Японию Фотографии вышли так Укуситься и праздновать Новый год вместе Надеюсь Он реально урчит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому